МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С участием президентского кортежа главе государству предоставили новый автомобиль. Куплен он, давно и взят из гаража госканцелярия. Объявить вне закона мероприятие с экс-меньшинств и спасти Молдову от сокращения численности населения к этому призвал президент Игорь Дадон на открытие Всемирного конгресса семьи. Заявление главы государства понравилось. Не всем подробности через несколько секунд. Прогуляться по парламенту и посмотреть, в каких условиях работают народные избранники. Сегодня в главном законодательном органе страны прошел день открытых дверей. Не обошлось без курьеза. Роботы-реаниматологи, портативные медицинские аппараты и коктейли молодости. В столице прошла специализированная выставка в области медицины. Свою продукцию представили как отечественные, так и производители из-за рубежа. Состав кабинета министров может претерпеть изменения. Об этом во время брифинга после заседания Полицовета Демпартии заявил его председатель Влад Плохотнюк. По его словам, с просьбой рассмотреть вероятность смены состава правительства обратился сам премьер Павел Филипп. Инициатива будет рассмотрена в ближайшие дни. Стоит отметить, что на сегодняшний брифинг в офисе демократов съемочную группу нашего телеканала не пустили. В департаменте по связям с общественностью ДПМ нам пояснили, что запрет связан с редакционной политикой нашего канала. На внимание журналистов сегодня было приковано к еще одному событию. В столице стартовал Всемирный конгресс семьи, организованный при поддержке главы государства. Сам Игорь Дадон ранее отмечал, что целью мероприятия является поиск лучших решений для укрепления института семьи как основы общества. А сегодня пояснил, в чем оно заключается. Объявить в незаконном марше и фестивале сексуальных меньшинств. Заявления главы государства уже подвергли жесткой критике. А ЛГБТ-сообщество запросило у Генпрокуратуры, а также Совета по предупреждению, ликвидации, дискриминации и обеспечению равенства высказаться относительно выступления президента. Здесь назвали речь Игоря Дадона, как гаранта Конституции, недопустимой, нарушающей право сексуальных меньшинств на свободу собрания и свободу выражения, что закреплено в действующем законодательстве. Для участников расстелили красный ковер. Один за другим во дворец республики стали стягиваться гости, в том числе президентская чета. С приветственным словом к приглашенным выступил глава государства. По ссылке выступления президента поддержали и другие выступающие с трибуны. Высказались о цели мероприятия и другие гости. Заявления президента вызвали волну негативной реакции в социальных сетях. Многие лидеры общественного мнения раскритиковали нападки на ЛГБТ-сообщества. Если мы отправим сексуальное меньшинство в тюрьму, то решим одним махом все проблемы. Дети сразу же будут хорошо накормлены, школа будет обеспечивать образование высокого качества, больницы будут предоставлять качественные медицинские услуги, мужчины не будут бить своих жен. Может, все-таки начнем с уважения? Задается вопросом адвокат Промолекс Дмитрий Слюсаренко. А депутат Мария Чабано отметила следующее. Что за конгресс семей сегодня в Республике Молдова, если папа работает в одной стране, мама в другой, а дети остаются на попечении бабушек, дедушек, родственников или соседей, написала парламентарий в Фейсбуке. По мнению экспертов Промолекс, Всемирный конгресс семей – это попытка сделать политический пиар до парламентских выборов. Но юрист Сергей Мишин говорит, что это не так. Это сделано не в политическую какую-то угоду, это сделано не в какую-то правительственную угоду. Это именно делается для граждан Республики Молдова, для нас – простых. На Всемирном конгрессе семей собрались представители более 40 стран мира. Для участия в мероприятии желающим нужно было зарегистрироваться на официальном сайте конгресса, выбрав один из трех доступных пакетов. События проходят при поддержке благотворительного фонда «Первая леди страны» Динсуфлет, Всемирного конгресса семей и Международной организации по делам семьи. Завершится оно в воскресенье богослужением в Кавидральном соборе в центре столицы. Официальная статистика разводов и бракосочетаний в нашей стране неутешительна. Так, по официальным данным, в прошлом году брачные узы расторгли 17 тысяч пар, а расписались чуть более 20 тысяч. И лишь у 14% супружеских пар, как отмечают в Национальном бюро статистики, есть дети. Между тем, уровень рождаемости в Молдове падает. В 2017-м на свет появилось 34 тысячи новорожденных. Это на 9% меньше по сравнению с предыдущим годом. Доля детей, рожденных вне брака, составляет 21,5%. Средний размер единовременного пособия при рождении ребенка увеличилась в этом году на 345 леев до 5 645. По данным статистики, всего с начала этого года детей в Молдове насчитывалось 676 тысяч человек, почти на 5 тысяч меньше, чем с начала 2017-го. Из одного «Мерседеса» в другой. После недавней аварии, в котором пострадали две машины президентского кортежа, у главы государства новое авто. «Мерседес С-класса» 2014 года выпуска. И, как отметили в службе госохраны, машина у них на балансе находится давно. На вопрос о дальнейшей судьбе водителя грузовика, врезавшегося в президентский кортеж, сам Игорь Дадон отметил, что с жалобой на него обращаться пока не будет. На другом авто, но с регистрационными номерами старого образца, президентская чета прибыла на открытие Конгресса семей. Отвечая на вопрос о новой машине, глава государства был краток. «Мерседес С-класса» «Мерседес С-класса» Что касается водителя грузовика, Игорь Дадон отметил, что пока с ним не разговаривал и выскажется только после того, как увидит результат расследования. «Я не хочу настаивать ни на что, потому что он тоже семьянин, у него есть маленький ребенок, и мы сейчас не говорим о том, и, если честно, я не от себя лично, не от семьи, мы никакие претензии не выставляли, и наверняка не выставили». Водитель, который врезался в президентский кортеж фуры, до сих пор в Страшенской больнице. Как сообщил нам глава медучреждения, физическое и психологическое состояние пациента в норме, и выписать его могут уже завтра утром. В больнице скорой помощи до сих пор находится и мать главы государства. Авария с участием президентского кортежа произошла в минувшее воскресенье, когда Игорь Дадон отвозил свою мать домой в Садово. Грузовик местной птицефабрики превысил скорость, выехал на встречную полосу, по которой и двигался кортеж. У матери главы государства диагностировали вывих руки, у водителя фуры сотрясение и множественные гематомы. Сам Игорь Дадон, его сын и двое офицеров службы государственной охраны пострадали незначительно. Министерство иностранных дел и европейской интеграции вынесло предупреждение для граждан Молдовы, которые собираются отправиться на отдых в Грецию. Как сообщает Медеи, в некоторых регионах объявлен высокий уровень пожароопасности. Так, с 12 сентября на островах Хео, Самус и Кария, Родос, Кос и Калимнос продолжает действовать повышенный риск пожаров четвертой степени из пяти, и отмечается в обращении Медеи. В парламенте сегодня прошел день открытых дверей. Все от мала до велика могли прогуляться по установленному маршруту и увидеть, в каких условиях работают народные избранники. Детей сопровождали учителя и взрослые. Одних впечатлила роскошь залов для заседания, другие признались, политика их вовсе не интересует. Ну а как прошла экскурсия в парламенте в нашем следующем репортаже? Десятки школьников в сопровождении учителей приехали на экскурсию в парламент. Детей впечатлили залы и условия, в которых работают депутаты. Некоторые представили себя на месте народных избранников. Однако не все мечтают работать в парламенте и утверждать законы. Посетителей встретил председатель парламента. В холле Андриан Канду обратил внимание на бюллетень для голосования, на котором было эмблемы демократической партии. По словам спикера, подобные экскурсии планируется проводить еженедельно, чтобы каждый смог ознакомиться с процессом работы в парламенте. Стоит отметить, что на возведение забора вокруг здания парламента было потрачено около 5 миллионов лиф. Мощный ураган Флоренс достиг восточного побережья США и вызвал проливные дожди. Улицы прибрежных городов штатов Северная и Южная Каролина оказались затоплены. Без света остались более 300 тысяч домов. Отменены почти полторы тысячи авиарейсов. Около 7 тысяч человек размещены в приютах. Синоптики прогнозируют, что ситуация ухудшится, когда ураган будет двигаться посуше. По прогнозу, удар Флоренс может привести к сильному наводнению с высотой воды более 4 метров. Несмотря на то, что минувший ночь ураган ослаб до первой категории, специалисты призывают людей прислушаться к предупреждениям об эвакуации, отмечая, что самой серьезной проблемой может стать штормовой прилив. Вышел из тюрьмы и тут же был взят под стражу. Обвиняемого в уклонении от уплаты налогов предпринимателя Валентина Ешану задержали у ворот пенитенциаря спустя всего несколько минут свободы. По решению суда, мужчину должны были отпустить под подписку о невыезде, но правоохранители задержали его по другому эпизоду уголовного дела. По словам родственников, такая ситуация происходит не впервые. Сегодня они вышли на протест к зданию генпрокуратуры. По августе 2017 Валентина Ешану задержали по обвинению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Год спустя его освободили из-под ареста по истечению срока предварительного заключения. Но длилась свобода всего несколько минут. У входа его вновь задержали, на этот раз за произвол. Несколько дней назад судьи постановили перевести Валентина Ешану под юридический контроль и освободить. Ситуация повторилась. У входа на Валентина надели наручники. Родственники, возмущенные ситуацией, сегодня вышли на протест. Родственники, возмущенные ситуации. Предположилось, что все беды начались после того, как предприниматели занялся торговлей цветными металлами. Супруге бизнесмена удалось пообщаться с заместителем генерального прокурора Мирчей Рашуору. Он пообещал изучить законность примененных мер. Валентина и Шану задержали вместе с шестью его подчиненными и одним предпринимателем. Из материалов уголовного дела следует, что подозреваемые создали схему регистрации документов на закупку металлов на имена умерших людей или лиц, проживающих за рубежом. Чтобы платить меньше налогов, они покупали отходы цветных металлов по заниженным ценам, а в документах указывали завышенную стоимость. По предварительным данным, с начала 2014 года один из двух подозреваемых завысил расходы на металлы на 95 миллионов лев. Ответом на санкции Евросоюза пригрозил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, возглавляемая им партия Фидес может выйти из состава Европейской народной партии, крупнейшей партии Европы, объединяющей христианско-демократические и консервативные партии, сообщает Дёч Вель. Ответ на решение о штрафной процедуре в отношении в Венгрии Будапешт примет 17 сентября, подчеркнул глава венгерского Кабмина. Напомню, Европарламент поддержал санкции против Венгрии. В частности, впервые применит седьмую статью договора АЭС за всю историю существования Союза. Ранее сообщалось, что Венгрию могут лишить права голоса в Европарламенте. А между тем, против введения Евросоюзом санкции против Венгрии уже выступила Польша. В Варшаве заявили о намерении воспользоваться правом Вета. Один погибший, 16 пострадавших. Таков итог утечек газа и взрывов в трех населенных пунктах американского штата Массачусетс. Полиция штата зафиксировала и ведет расследование 70 подобных случаев. Предполагается, что причиной стали неполадки в сети газовой компании «Коламбиягаз». Накануне она предупреждала жителей о работах в своей сети, заявив о начале работ по модернизации газовых линий по всему штату, включая район, где произошли взрывы. Связаны ли эти работы с инцидентом, предстоит выяснить следствию. К расследованию подключились ФБР и Национальный совет по безопасности на транспорте США. Похитители автомобильных номеров задержала полиция в Сорокском районе. Наживы воров были в основном иностранные машины, находящиеся в стране временно. За возврат украденных номеров преступники требовали от 600 до 1000 леев. За бандитами велась слежка. В итоге преступная группировка была ликвидирована. Действовали преступники по всей стране. С жертвами связывались по одному из приложений для мгновенного обмена сообщениями. А деньги получали через одну из платежных систем. На счету грабителей более 160 украденных автономеров. В ходе обыска в домах подозреваемых правоохранители нашли украденные номера, сим-карты и телефоны. Задержанные свою вину признали, им грозит до 7 лет тюрьмы. Отсутствие обустроенного доступа в здания государственных учреждений это одна из самых главных проблем для лиц с ограниченными возможностями, которые пытаются зарегистрировать свой бизнес. В некоторых зданиях нет пандусов и даже не работают лифты. О главных трудностях, с которыми сталкиваются люди с особыми потребностями, говорили сегодня в ходе круглого стола. Ирина Ревин владеет своим делом в сфере IT. Девушка на своем примере может рассказать, как трудно справиться с преградами на пути к государственным структурам. На своей странице в социальной сети Ирина рассказала о ситуации с доступом в агентстве государственных услуг. Для людей с ограниченными возможностями трудоустройство тоже может стать проблемой. Трудности на этом не заканчиваются. И на уровне государственных чиновников, и на уровне институтов поддержки, которые оказывают различные бордовые услуги, предприниматели с инвалидностью чувствуют недоверие к ним. Особенно, когда речь идет о доступе к финансам. При прочих равных условиях, при наличии каких-то документов, все равно к объективным каким-то проблемам добавляются субъективные проблемы лиц. Представители Министерства труда спешат сообщить и хорошую новость. Уже в следующем году люди с ограниченными возможностями смогут получить доступ к грантам, направленным исключительно на данную категорию населения. По официальным данным, в Молдове более 182 тысячи людей с ограниченными возможностями, а это 5% населения страны. И лишь 39 человек являются членами ассоциации предпринимателей, лиц с особыми потребностями. А теперь новость для желающих полететь в космос. Американский производитель космической техники SpaceX объявила о выборе первого туриста для полета вокруг Луны. Его имя в компании обещают назвать на следующей неделе. В своей публикации в Твиттере компания назвала это событие важным шагом на пути к предоставлению простым людям возможности путешествовать в космосе. О планах организовать коммерческий полет вокруг Луны SpaceX объявила в начале 2017-го. Изначально планировалось, что коммерческий полет вокруг Луны состоится в конце этого года. Весь полет должен занять неделю. В июне компания объявила, что отложила запуск как минимум до середины следующего года. Новейшие УЗИ-аппараты, роботы для реанимации и коктейли, которые помогут вернуть молодость 80 местных и международных компаний, представили последние разработки в области медицины на одной из главных экспозиций этого года. Некоторым посетителям ассортимент пришелся по вкусу, другие скептически наблюдали за работой умных машин. Этот робот без паники за считанные секунды приступает к действиям в случае клинической смерти пациента. Реанимация проводится автоматически. Он делает автоматически хорошо, как человеку, потому что он делает перманентный обращение 5 см и эффективность корректа. И, в таком же время, когда он будет услышать два випра, то нужно, чтобы медикам дать ему аэр, чтобы ему оксиджен. В этом году производители в области медицины представили универсальные аппараты, которые можно использовать как в стационаре, так и при амбулаторном лечении, то есть дома у пациентов. Этот портативный аппарат для УЗИ предназначен для семейных врачей, которые выезжают на дом. Мы желаем и медицинской семье, чтобы иметь на диспозиции один экипаж, который позволит им делать активность в районе. Это один экипаж в форме лэп-топ и может быть транспортен на пациенту, что это очень удобно использование. Это очень удобно, и тогда медик может быть сонды на него. Возвращается где-то около 30 000 евро. Длинные очереди выстроились у стенды швейцарской компании, которые обещают вернуть пациентам молодости, преобразить организм благодаря витаминным коктейлям. Это такие полезные витаминно-минеральные комплексы, как антистресс при физических нагрузках, при эмоциональных нагрузках. Это мультивитамин, это витамин С. Для детей это комплекс мультивитамина, включая кальций. Это напиток из кальцием. В общем, таблеточку бросили и сказали, что полезно, нужно покупать кальций в нашем возрасте. А на вкус кисловатый. Я такой кислый не пью. Посетители, в основном врачи, остались под впечатлением от увиденного. Однако в этом году было представлено меньше узко специализированной техники. Мне интересует все, что это модерн, все, что появляется новым. И с тем больше меня интересуют небулизатели. И поэтому я открылся здесь, для детей и маленьких. Я использую метод достаточно конкурент в тракте, при инхалации, в многих инфекциях. Мы выбираем ручки в ватте, все это практика. Потому что стоматология, мы получаем ассортимент, а у нас это. Факт-диальция. 3D-принтеры не новинка. Вопрос в том, что они развиваются достаточно интенсивно. Развивается скорость работы 3D-принтеров. Ассортимент материалов. То есть печатаются уже металлы. Выставка в области медицины прошла в 24-й раз. В этом году свою продукцию представили фирмы из Молдовы, Венгрии, Италии, Китая и других стран. У меня на этом все. Больше новостей вы можете найти на нашем сайте tv8.md, а также на наших страницах в фейсбуке, твиттере и одноклассниках. Ну а если вы стали очевидцем, какого ли вы события обнаружили важную новость, или же у вас есть интересное видео и фото, присылайте все нам, или же звоните по телефону, указанному на экране. Я желаю вам приятных выходных в окружении тех, кто вам дорог. До встречи в эфире.